Здравствуйте! На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы о прологии к Евангелии от Иоанна. В предыдущих беседах мы не коснулись стихов об Иоанне Притече. Это стихи 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Словом «посланный» Евангелист подчеркивает, что Иоанн исполняет волю Бога. Не своей, но божественной инициативой он действует, как пророчествовал Господь через пророка Малахию. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною». Это Малахия, глава 3. Свидетельство – вот цель миссии Иоанна. Свидетель несет полную ответственность за свои слова. Так что свидетель, мартиус в греческом языке, значит и мученик. Так говорит Христос Иисус и своим апостолам. «Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Это в Евангелии Иоанна, 15 главе. О священном значении свидетельства напоминают нам и слова Иова. Вот из книги Иова, из 16 главы. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Или у пророка Иеремии, когда он обличает нечестивство в Израиле, то говорит «Я знаю это, и я свидетель», говорит Господь. Это Иеремия, 29 глава. Также в Апокалипсисе, как пишет евангелист, «в Откровении Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, который есть свидетель верный». Это в первой главе Откровения. Итак, истинное свидетельство исходит от самого Бога и основано на совершенной верности посланника, через которого оно сообщается. Именно таковым своим свидетелем выбрал Господь Иоанна, сына Захарии, а о нем отец его Захария пророчествовал так. «И ты, младенец, наречаешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа, приготовить путь ему». Это мы читаем у Евангелиста Луки в первой главе. О трёх свидетельствах Иоанна Претечи говорится в первой главе Евангелия Теанна. Первое – Вифавари у Ярдана. Это стихи 19-28. Вот перечтём их. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «кто ты?». Он объявил и не отрёкся, и объявил, что я не Христос. И спросили его «что же, ты или я?» Он сказал «нет». Пророк? Он отвечал «нет». Сказали же ему «кто ты?», чтобы нам дать ответ пославшим нас. «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Апостолные были из фарисеев. И они спросили его «что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» И он сказал им «я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который встал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Консервативным иудеям о хранительной традиции было подозрительно всё новое. Тем более, что о Иоанне Претечи некоторые его ученики говорили, как о Мессии. Иоанн же сам категорически отрицает такое мнение. Он только сказал о себе «я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаии. Посутируем слова из пророчества Исаии. Это глава 40. Заметим, как близко сказано Исаии к тому, что в начале своего Евангелия провозглашает апостол Иоанн. Как для встречи царя выравнивали дорогу, это был такой обычай на Востоке, так креститель призывает людей исправить души для встречи Бога, единственного истинного царя и господина. Евангелист говорит о явлении славы. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, а так и пророчество Исаия. И явится слава Господня. Также слова пророка и узрин всякая плоть спасения Божия исполняются явлением Христа Мессии, имя которого Иисус означает «Бог спасает». И является он не иудеем только, но всякой плоти, то есть всем народу. По иудейскому обычаю крещение во имя Божие совершалось над язычниками, когда они, как празелиты, переходили в иудаизм. Однако Иоанн крестит и иудеев, потому что и им надо очиститься. Это крещение покаяния перед встречей с тем, кто будет крестить Духом Святым. Итак, этим первым свидетельством притеча подготавливает людей к встрече с тем, кто уже присутствует среди них, которого вы не знаете, говорит он, а точнее, можем передать, не узнаете. И подчеркивает он свою малость перед ним, и недостоин развязать ремень обуви его, то есть он признает себя ниже последнего раба. Другое свидетельство об Иисусе происходит на второй день. Это стихи 29-34. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и зацелительствовал, что и сей есть Сын Божий. Когда Иисус уже принял от Иоанна крещение, и притеча прямо указывает на того, о ком слушал от Бога Отца, когда совершилось крещение Иисуса, тогда он указывает, свидетельствует на нем собравшемуся народу. Апостол Марк именно с этого момента начинает слово Евангелие. Он говорит, это в первой главе Марка, «И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Креститель говорит людям, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Возлюбленный сын и агнец Божий. Что из Ветхого Завета возникает памятью при этих словах? Конечно, важнейший и страшный момент Ветхозаветной истории – жертвоприношение Авраама. Господь говорит Аврааму, это в 22 главе книги Бытия, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Так говорит Бог об Исааке. Это то, что сказано об Иисухе, сыне Божьем, по отношению к отцу. Он-то и есть тот агнец, которого усмотрел и себе Бог. Не сын Авраама, но сын Божий. Ему предстоит быть жертвой. К этой жертве направляется вся священная история. Почему она и священна? На этого агнца указывает Иоанн Креститель и на следующий день. Замечательно, как конкретно, отмечая дни, а иногда и часы, передаёт евангелист Иоанн события новозаветной истории, начавшиеся на его глазах. Вот как он пишет в первой главе. В другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал, вот агнец Божий. Услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо, они сказали ему, рови, что значит учитель, где живёшь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живёт. И пробовали у него тот день. Было около десятого часа. Где живёшь? А спрашивают они его. А он говорит им перед этим, что ищете, как читаем в сирондальном переводе. Но буквально перевести, что ищете? Этот вопрос Иисуса к ученикам. Что ищете? Подчёркивается этим активное усилие человека. Помните, как в темной главе Евангелия от Матфея Иисус наставляет учеников? Ищите и обрящите. Мы читаем этот отрывок каждый раз, когда совершаем молебен. Просим о чём-нибудь Господа. Просите и обрящите. Ищите и обрящите. Стучите и отвертится вам. И в книге притчи, в восьмой главе тоже сказано. Премудрость говорит, любящих меня, и я люблю, ищущие меня найдут меня. Новая история человечества, начавшаяся с этого часа, получила ориентир, как к перспективному изображению, знаете, точка схода. Это ориентир, центр и смысл человеческой истории, воплотившийся Бог, Сын Божий и Сын Человеческий, Господь Иисус Христос. Сверительство о Христе и Иоанна Крестителя дальше распространяется, как огонь по Бекфордову Шнуру. Андрей передаёт Петру, Филипп на Фанайлу. Иисус узнаёт в человеке его сокровенную сущность. Так он видит в Симоне будущего главу апостольской общины и называет его камнем – Кифа, Пётр. Дать новое имя в Ветхом Завете означало отметить новое отношение к Богу. Ну, например, Иаков получает имя Израиль, что значит, согласно многокриковой традиции, боролся с Богом. Авраам получает имя Авраам, то есть отец множества народов. Иисус видит, кем реально может стать человек. В Нафанайле он узнаёт истинного израильтянина, в котором нет лукавства. То есть того, кто Иисуса не отверг, но принял как Христа, Мессию, кто готов стать чадом Божьим. Вот как это в последних строчках первой главы Евангелия Теанна. Когда Нафанайл сказал ему из Назарета, то есть Филиппу, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди посмотри, то есть убедись сам. Каждый сам может убедиться в реальности Иисуса Христа как Бога. Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нём, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанайл говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмоковницей, я видел тебя. Нафанайл отвечал ему, рови, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя подсмоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелы Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Итак, истинно, израильтянин узнал в Иисусе не нарушение, а исполнение закона. Оба титула, сын Божий и царь Израилев, это из второго псалма, в котором стихи 6-8, второго псалма, такие. Я помазал царя над Сионом, святой горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Господь говорит, отныне будете видеть небо отверстым и ангелы Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Небо отверстым тем, кто исповедует Иисуса Сыну Божьим. Это отсылка к видению пророка Даниила. Вот как в 7 главе у пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын Человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. Евангелист Иоанн уже в самом начале своего Евангелия подтверждает исполнение всего Ветхого Совета во Христе Иисусе. Сотворение мира, с чего начинается Библия, совершается премудростью Божией, логосом, который есть Иисус Христос, воплотившийся Бог. Последний в Библии пророческий текст, это книга Малахии, завершается словами, которые относятся к предтече, явившемуся в духе и силе Ильи. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Это пятая глава пророка Малахии. «Чем внимательнее читаем мы Священное Писание, тем очевиднее единство смысла всех его книг. Так пролог и первая глава Евангелия Теанна указывают на исполнение Иисусом всего Совета, данного Богом через Моисея и других пророков. Сам Иисус утверждает это в Назаретской синагоге, когда прочёл из книги Исаии, а потом сказал «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так мы читаем у Евангелиста Луки. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, исполнился Совет, явился Христос Иисус». Об этом можно очень много говорить. Будет случай, продолжим. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.